ребятки сегодня у нас сами четверг губынки мы так накрасим чтобы немножечко выходила за контур и было такое как бы объемчик понимаете был такой объемчик а еще очень смешно если красная помада то она красит иногда зубы это так как-то смотрится просто как-то совсем уж дико правда же короче говоря а еще лайфхак ребята у кого была такая же проблема как у меня оставалась тушь вот здесь снизу и сверху нужно оказывается я это прочитала наносить сюда не какой-то не какой-то тональный крем или вот этот вот как он называется да под глаза а именно основу под тени она такая сухая стойкая мыс но как бы она не маслянистая то есть это какая-то мазь такая вот основа именно foundation такой плотный и все видите не пачкается прямо чудо чудесное рекомендую поняли да основа под тени хорошо у вас есть целая неделя говорю вам это заранее посмотреть сериал восемь серий который называется притворство the act вообще это в английском назывался этот сериал который на реальных событиях то есть это все происходило в реальной жизни у мамашки сразу забегая вперед делегированный синдром мюнхаузена это когда женщина когда человек пытается другого инвалидизировать дабы за ним ухаживать и быть ему нужно вот такая болезненная созависимость короче смотрите а еще я очень рекомендую помимо вот этого сериала который мы будем следующий четверг разбирать с вами посмотреть этот документальный фильм это было буквально вот не так давно 2015 году да и там интервью с этой девочкой джипси вот это которая мочканула маму свою ну хорошо короче говоря это обязательно нужно посмотреть я вот прям сто процентов даю что вам это понравится зайдет так сказать прямо самое сердце очень тяжелый сериал и очень-очень интересные идут именно с точки зрения вот психиатрии да все эти разобрать нюансы хорошо сейчас мы с вами подбираемся куда к нашей классике уильям шекспир гамлет да принц датский когда вы смотрели этот фильм я дала вам посмотреть самый такой смотрибельный фильм что вы увидели ну во первых бесподобные мэл гибсон правда просто бесподобные до чего талантливый человек и все они настолько молоденькие вот это афелия актриса которая сегодня бродит по голливуду в таких смешных нарядах и и все время папарацци фоткают ей уже там 200 лет и она такая смешная какие-то разноцветные юбки оттуда какие-то торчат панталоны с какие-то сапоги немыслимые какие-то банты и шляпы в общем она как из дурдома но при этом это дико весело все вот за этим всем наблюдать короче говоря не все-таки сладенький молоденький правда же вот этот лучший фильм на мой взгляд снял его кто у нас режиссер франко де феррель д д феррель франко де феррель что мы с вами видим мы не будем прямо уж так углубляться в сети во все эти исторические нюансы главным образом разберем вот этого гамлета вот его я о нем хочу поговорить и когда мы что-то читаем или смотрим иногда почему-то мы не задаемся вопросом но например ведь это великовозрастный сног это по тем временам взрослый мужик который почему-то не женат ну под 40 да вот его мамашки где-то как будто бы к 60 ему около 40 ну или что-то вроде того по крайней мере ну вот по актерам такое чувство вот так ну 35 за 30 по крайней мере этому гамлет они не молодой мальчик молодая девочка офелия вот она молодая девочка ей там было ну сколько лет 18 допустим вот спрашивается какого хрена он остается одиноким мужиком так долго почему он не женат да мы видим с вами какого-то в каком-то смысле как избалованного инфантильного маменькиного сынка очень такого лобильного невротичного да вот этого быть или не быть постоянно хочу и надо вот эта борьба мотивов бесконечных каких-то в каком-то плане безумно трусливого не желающего вообще брать на себя никакую ответственность не отсутствуют вообще напрочь какие-либо действительно лидерские навыки да несмотря на то что он принц датский у него не получается сколотить свою нормальную полноценную банду захватить эту власть прижать сразу мгновенно всех к стойке а он мог бы это сделать да в силу своего положения но обладая вот таким каким-то щедушным как будто бы нерешительным характером хотя мыл гибсону это как будто бы не очень подходит все-таки это такое сам актер очень волевой очень смелые очень жесткие ему дают какую-то роль сосунка какого-то да и вот как будто чуть-чуть она немножко не его хотя он и бесспорно гениально сыграл но вообще какие слова какие стихи и и вот когда ты их слушаешь можно этот фильм пересматривать сотни раз потом можно находить и читать это в эти фразы сотни раз то есть они но настолько глубокие и я думаю есть ли сегодня хоть один поэт который смог бы так красиво вообще сформулировать свои мысли облечь их в такие красивые формы вот чтобы они прямо светились чтобы они восхищали влюбляли и просто убивали на повал есть сегодня хоть один на свете такой писатель и поэт да но есть ли такое не знаю короче говоря но и осел же я как это славно что я что я сын умерчвленного отца влеком и к мести небом и гиеной как шлюха отвожу словами душу и упражняюсь в руганье как баба как судомойка в общем много безумие сильных требует надзора ну короче говоря можно без конца это записывать 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 и прямо растекаться вот этих фраз так что еще я хочу сказать то что еще хочу сказать вот тоже было не очень понятное соответственно из этого стоит такой вот вывод сделать когда они во-первых общались с мамой у них с мамой были очень странные отношения его мама которую звали гертруда до королева и она такая вся женщина витальная жизнелюбивая розово очкастая жизнерадостная один умер и тут же со вторым возможно ему тела на с этим братом до того как мужа мужа убили да ну вот такая все у нее весь их хорошо все что-то такое формально не хотим ничего замечать у нее с сыном были очень странные отношения как будто бы между ними что-то было потому что когда он ее повалил на кровати они стали бороться он прям начал изображать вот эти какие-то сексуальные фрикции да то есть он начал ее как бы насиловать своим тазом вот он вот так взад назад вперед назад вперед вот вот так вот он заходил как будто бы в нее как к своим членом понимаете да это было очень очень странно такое вот увидеть инцест и с горацию горацию был такого гомосексуального плана возможно у них были все эти годы до его такого великовозрастного уже данных статуса их каких-то какие-то гомосексуальные отношения вероятно вот и мои сейчас такие фантазии потому что совершенно было непонятно почему такая дитя красивая которую в которой вроде бы он был влюблен как офелия ни два ни полтора вот он все вокруг нее ходил не мог ее никак так сказать не мог на это решиться то есть с одной стороны вроде как она ему по статусу не очень подходила эту офелию родители уговаривали до отец с братом что вообще не надо это ты не его уровне женщина он вообще не волен выбирать себе жену и так далее но в целом он мог бы спокойно на ней жениться мог бы его мать очень любила эту офелию и вообще но он никак ни на что вообще не мог решиться вот такой какой-то инфантильный подросток прыгал по этим по каким-то там по своему дворцу да вот я представляю как в нем было холодно вы представляете да как в нем было холодно вот отопление такое исключительно вот эти какие-то камины прямо представляю вот этот замок все это средневековье это безумно конечно интересно что еще хотел сказать ну вот вот эти странные их отношения да вроде понимает что ему надо мстить за этого отца он понимает что как бы что он какой-то щедушный ему как будто маменькин сынок и мать его как шлюха какая-то мерзкая ведет бренность ты зовешься женщина вот все в таком контексте да ребят что еще по гамлет это рассказать кстати говоря ну вот вот это было очень мне странно почему он был такой одинокий почему весь такой философ он был весь он был очень психологизированный без конца копался в своих чувствах каких-то в общем какая-то щедушность и вот все под дурачка я сошел с ума и на самом деле это была истерика чистой воды да он просто вот как дурацкая истеричка такая вот избалованная а я псих а я дурак а мне ничего решать не хочу бебе бем мне все сойдет с рук пошли в жопу и все в таком ключе хотя дурачком он не был довольно умный мужчина но кстати говоря мы такое наблюдаем с вами в обычной жизни очень много людей таких вот мужчин в том числе которые вообще не хотят брать на себе ответственность и вот они мамошники с мамами живут у него машинка красивая и как бы чего ему и так хорошо бизнес какой-то свой делает и ни на что решится он не хочет вот есть такие сладенькие такие как сказать есть такие а кстати что мы еще хотим с вами разобрать по поводу классики что он интересного такого чтобы интересного такого ну и конец конечно очень уже такой знаете как слишком утрированной все друг другу переубивали одновременно все друг друга отравили и заснули сладким сном ну ладно я хочу скорее приступить знаете к чему ребята хочу скорее приступить к этому сериалу джипси не вернее не за акт где эту девочку джипси звали на притворство так интересно вот его мы будем разбирать потому что про гамлета ну вот вроде как я все сказала в целом просто очень его интересно посмотреть послушать понаслаждаться но и вот это конечно афелия такая хорошенькая она не выдержала смерти отца вот у нее действительно началось до такое помешательство она зашла психоз она несколько дней не ела ходила в бредила что-то там такое всем какую-то ерунду раздавала вся погрязла в своих галлюцинациях ну и погибла конечно же это понятное дело хорошенькая такая девочка это афелия вот и противный ее отец почему-то мерзопакостный какой-то мужичишка ходила этим чипчик чипце в этом противном каком-то кстати очень часто я смотрю вот вообще при дворе при королях какие то есть такие гиены которые такие отвратные них такие щедушные личностные качества жуткие совершенно вот так так сегодня у нас сейчас у меня пол двенадцатого в час дня я знаете куда уже я уезжаю в гостиницу одну два часа езды от мехико невероятно красивый отель безумно красивый я вам буду его снимать и показывать там я буду кататься на лошадях играть в теннис ходить в какие-то там спа-зоны и что-то делать еще вот 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 ребеточки тело миссию сказать все рассказал уж видимо ролик получится очень коротенький но я не знаю кого еще там разобрать гаммлица что вы еще хотите послушать оттуда кого мама я разобрала брата она брата который налил яд ему в это ухода что я могу сказать тогда это было вообще как здравствуйте вы помните как будто бы человеческая жизнь ничего не значило как будто бы не было какой-то особой привязанности не было той сестринской братской любви детско-родительские отношения тоже были очень странные маменька она какая-то там где-то королева какая-то в какой-то там комнате на другом этаже у меня есть кормилица няней а мама это так то есть не было той то что есть сегодня вот такой вовлеченности друг в друга той близости какой-то было все очень и очень жестко но собственно говоря если бы была вся эта близость то вероятно короли бы разваливались, то есть на протяжении многих тысяч лет, многих сотен лет, они бы не удерживались не тысячи, а сотен лет, они бы не удерживали свою власть, люди вообще не удерживали бы свою власть, если бы они позволяли себе размякнуть, расчувствоваться а когда ты такой собранный и хладнокровный, ты мыслишь только головой все, а не другими какими-то частями тела и органами соответственно, ты живешь более стратегично более сохранно, ты можешь сохранить свою землю свой народ, приумножить свои богатства и так далее если же ты впадаешь в какие-то излишние эмоции то это делает тебя крайне уязвимым, ты можешь потерять все, собственно говоря, как это происходит вот и поэтому они понимали что они избраны и что они вправе делать то, что хотят все, то, что хотят вернее, даже не то, что хотят а то, что обеспечит им вот эту сохранность их вот этот пост их трон, корону вообще их власть и так далее вот, вот, вот что-то я еще хотела сказать все, моя любимая, я вас целую, обнимаю сегодня четверг, не знаю ролик получился, три минуты или сколько и и и и и до субботы и до субботы все, целую вас, обнимаю заходите на мой сайт вереникостепанова.ком и подписывайтесь на мой youtube канал кстати, у меня рубашка, как у поварихи видите, такая интересненькая как у повара повара, он тоже на бок закрепляется так